Ассаламу алейкум дорогие телезрители с вами информационная полезная передача семейный доктор Если вы хотите узнать много нового о тех заболеваниях и насущных проблемах, с которыми мы сталкиваемся в повседневности, смотрите нашу программу Сегодня тема нашей передачи очень актуальная и распространенная патология, ларингит О том, какие методы лечения существуют, вам расскажут специалисты 5-й клинической больницы города Алматы Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно Но прежде чем мы разберем тему касательно лечения ларингита, нам нужно узнать, что из себя представляет наша гортань Какие она функции выполняет и в чем заключается ее предназначение Гортань – это очень нежный и жизненно важный орган Это хрящевой аппарат, который приводится в движение нервами и мышцами То есть это не мышечный аппарат Благодаря движению мышц мы имеем возможность разговаривать, душать Наряду с такими жизненно важными системами организма, как сердечно-сосудистая система, нервная система Наша гортань, она тоже является очень важным жизненно важным органом Да, действительно, это единственный незаменимый орган Находится он на стыке пищеварительного и дыхательного путей То есть причина для воспалительного процесса может исходить как со стороны дыхательной системы, так и со стороны пищеварительной Что впоследствии может привести к нарушению голосообразования и нарушению дыхания Ларингит – это воспаление гортани По-другому, если очень просто говорить, это воспалительный процесс гортаноглотки Значит, воспалительные процессы в гортаноглотке, они могут затрагивать поверхностный слизистый слой Могут затрагивать более глубокие ли же слои гортани Вплоть до хрящей гортани, мышечного аппарата То есть в зависимости от того, насколько глубоко прошел воспалительный процесс От этого будет зависеть и клиника у пациента В дальнейшем, когда воспалительный процесс не оккупируется И переходит на более длительную стадию воспаления Это уже возможно присоединение бактериальной флоры И развиваются более серьезные формы ларингитов Ларингиты бывают органической патологией, да, органической природы И бывают функционального характера Ну, примерами органической патологии, что это значит? То есть какие-то нарушения на самих голосовых связках или со стороны голосового аппарата Это могут быть и какие-то опухолевые доброкачественные или локачественные образования гортани Это и полипы, и попелометоз гортани, часто заболевания у детей И фибромы, и ангиофибромы, так называемые образования на голосовых складках Ларингит можно разделить на две большие группы – острые и хронические Острые, в свою очередь, являются катаральные и флегмонозные То есть когда есть воспаление без гнойного процесса И когда, соответственно, уже переходит в гнойный процесс В дальнейшем, если процесс вовремя не пролечен То эта форма воспалительного процесса переходит в хроническую форму И развивается хронический, длительно текущий воспалительный процесс Но также существуют и специфические формы То есть это мы будем говорить о том, как куберкулез, сифилис Эти специфические заболевания также поражают гортань, склерома То есть вот эти вот специфические процессы, они нередко поражают гортань Иногда бывает туберкулез гортани в нелегочная форма То есть пациенты ходят, очень длительное время наблюдаются от аринолеринголога Лечат банальные ларингиты Но оказывается процесс довольно-таки более серьезный И это специфический процесс Какие же симптомы часто сопровождаются при этой патологии? Симптомы бывают совершенно различные, абсолютно разные Это опять-таки зависит от того, какие проблемы у вас Ну, первое, конечно, если это инфекционного характера Воспалительное, конечно, сопровождается Пациент приходит, говорит, у меня болит горло Это затрудненное глотание Это боль в горле Это неприятные ощущения в горле Это чувство жжения, чувство першения в горле Это может быть кашель Конечно же, в некоторых случаях бывает осиплость голоса Охриплость Чувство инородного тела в горле Конечно же, меняется тембр голоса Он может быть от высокого до низкого Может быть такой лающий кашель Быстрая такая утомляемость голоса То есть симптом, спектр симптомов очень широкий На заметку, перед тем, как начать лечение, нужно пациента обследовать В ходе обследования специалист выявляет заболевание Ставит окончательный диагноз и только после проведения всех диагностических процедур назначает лечение В лечении ларингитов есть консервативные методы лечения Которые включают в себя медикаментозное Медикаментозное, мы говорим, лекарство мы назначаем Делаем свои какие-то манипуляции Это внутригортанные вливания Подключаем физиопроцедуры И там еще дыхательные упражнения Скажем так, реабилитация голоса при помощи фонопедических упражнений И, конечно же, тоже хирургические методы исследования Так как правило, когда какие-то доброкачественные образования на горта не идут То применяются хирургические методы исследования Больным, которые страдают этим заболеванием, нельзя разговаривать вообще Даже шепотом Второе, это диета Которая включает в себя исключение Остой пищи, соленой пищи, кислой, газированной, грубой пищи То есть это сухомятка, жареная, холодная и горячая пища Дорогие телезрители, если ваш врач поставил вам диагноз ларингит Это не приговор Так как на сегодняшний день существует множество профилактических мероприятий Реабилитация и, конечно же, восстановительное лечение И сейчас мы пройдем в кабинет, где нас ждет уже фонопедагог И он нам сам все расскажет Пойдемте Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Серик Мы с телеканала АСЛАРНА к вам приехали То есть веду программу, информационно-познавательную программу «Семейный доктор» И тема нашей передачи – ларингит Расскажите нам, пожалуйста, о том, как вообще работают фонопедагоги Именно с пациентами, которых направили к вам Для начала хочу сказать, что фонопедагог занимается реабилитацией голоса Есть категория людей, у которых проблема с голосом Когда существует полное отсутствие голоса, человек говорит шепотом Есть, когда голос видоизменяется, тоже проблема с голосом Бывают посттравматические, которые перенесли операции, там, парезы, параличи голосовых связок Они тоже обращаются к фонопедагогу Все проблемы, которые связаны с голосом Мутация голоса Когда вот в подростковом периоде голос ломается у мальчиков И вот он не доломался, он тоже идет к фонопедагогу Фонопедагог дает им специальное упражнение Проводится специальное занятие, где восстанавливается голос Ну вот смотрите, скажем, врач провел медикаментозное лечение, да, уже с пациентом Потом он направил, получается, к вам Нет, он, если проблемы с голосом, он отправляет к фониатору Фониатор, если смотрит, что нужны фонопедические упражнения Пишет направление к фонопедагогу Это мы работаем в команде Фониатор, фонопедагог Так, получается, теперь пациент приходит сюда к вам в кабинет, да, скажем, кабинет реабилитации И какие же существуют на сегодняшний день упражнения голосовых связок? Давайте мы сейчас именно покажем, продемонстрируем нашим дорогим телезрителям Ну, в первую очередь это все индивидуально, смотря какой диагноз Диагноз может быть любой Ну, при ларингите, то, что вы спрашиваете Когда проблемы с голосом, когда тяжело говорить, когда голос сиплый Мы назначаем это диафрагмальное дыхание Вы, наверное, знаете, что музыканты всегда очень бережно относятся к дыхательному упражнению Почему? Потому что дыхание дает силу голосу Голосовую силу, голосовой тонус поднимает Поэтому мы начинаем с дыхания, с диафрагмального дыхания Так, ну давайте продемонстрируем нашим дорогим телезрителям пару упражнений Как можно восстановить, скажем, свои голосовые связки и правильно поставить свое дыхание? Значит, одним упражнением здесь не отделаться Здесь нужно, кроме диафрагмального дыхания, нужна артикуляционная гимнастика Совершенно согласна Которая качает голосовые связки Здесь нужно релаксирующее упражнение Которое снимает гипертонус, спазмы Здесь нужна коррекция голоса Если он не в своей тональности стоит Диафрагмальное дыхание – это то, с чего мы начинаем Сейчас я вам покажу Диафрагма у нас находится здесь При вдохе мы надуваем живот При выдохе – выдуваем Так, можно начинать, да? Так, выдыхаю носом Выдых ротом Выдыхаю ртом, да? Да Начали Ну, делай На счет 10 Хорошо Эти упражнения делаются в позициях Лежа, сидя, стоя и при ходьбе Сейчас вы дышали стоя Теперь сделайте при ходьбе Один шаг вдох Три шага выдох То есть вот сейчас даже я, сделав, почувствовал небольшую нагрузку Это Какое-то жжение появилось, что ли? Это первоначально Потом все это отрабатывается Все приходит в норму Самое главное – у вас связки укрепляются После этих упражнений Так, теперь, получается, мы стоя подышали Надо при ходьбе, да? Так, попробуем при ходьбе Один шаг вдох, три шага выдох Поехали Сейчас я сосредоточусь Ладонь на животе На животе, да? Для контроля То есть сам уже контролирую, да? Чтобы воздух не через грудь шла Да, да Это не грудное дыхание, это диафрагмальное Вот здесь вот хочу заметить Где-то я вот читал или слышал, что именно животные, собаки правильно дышат Так дышат еще маленькие дети Да, только Малыши Да, да, да Новорожденные Да, новорожденные А уже по истечению обстоятельств мы уже начинаем как-то неправильно дыхать, да? Да, да Ладно, так, начали Дыхание должно быть короткое Да Один шаг вдох, три шага выдох Раз, два, три Когда вы это закрепите, уже будете делать быстро Голову ровно держим Так, и сколько раз нужно делать это упражнение? Шесть раз в день Шесть раз в день По десять раз каждое упражнение Если вы сделали в день один раз, оно эффекта не принесет Здесь должна быть системность, регулярность И тогда, только тогда она дает результат Уже через два-три дня вы получите эффект Вы почувствуете на физическом уровне, что вам легче говорить Что голос стал меняться И все вот эти, которые, симптомы, неприятные симптомы Как сухость там, или мокрота, или там спазмы Все это будет уходить У нас наша работа связана с нашей речью Бывает, голос садится, и ты устаешь, да, как бы говорить А какие артикуляционные существуют упражнения? Значит, артикуляционные упражнения Они укрепляют голосовые связки, мышцы голосовые Значит, делаются упражнения с нижней челюстью, с языком, с губами И мягкая льва даются упражнения Когда делается гимнастика на эти мышцы, связки укрепляются Если идет не смыкание связок, они начинают смыкаться Эту гимнастику делают и певцы, профессиональные певцы Дикторы Дикторы Обязательно Это нужно всем Люди, которые пользуются голосом Ведущие Ведущие Певцы, учителя, лекторы Все должны Нельзя делать на простывшее горло Когда, ну, надо периодически голос держать в тонусе На что вы посоветуете нашим дорогим телезрителям? Ну, скажем, тем, кому поставили диагноз ларингит Что нужно, какие профилактические мероприятия нужно выполнять? В первую очередь, это режим молчания Почему? Потому что связки сами воспалены И когда человек с воспаленным горлом идет и читает 6 часов лекции Это, естественно, будет проблемой Поэтому, когда человек простывший, пока он лечится, он должен соблюдать речевую такую Вот у нас очень сейчас принято курить кальян Все вот эти вот экстракты всевозможных углей Всевозможных пахнущих средств Они очень сильно и пагубно влияют на слизистую оболочку гортани Дорогие телезрители, хотелось бы сказать, что ларингит можно отнести к группе не особо опасных заболеваний Но, тем не менее, если у вас появились вышеперечисленные врачами симптомы Нужно бить тревогу и обратиться к квалифицированным специалистам за помощью А также соблюдать профилактические мероприятия Ну, а с вами была программа «Семейный доктор» Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин